Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему так написано? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь приводится пример Моисея Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой историк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голос Божий С мгнов chance там же он отдыхал ночью, и вот в одну ночь он слышит голос, Самуил, Самуил, и так как он еще не слышал голоса Божьего, он думает, что это, и Елизавета его встал, поспешно пошел, говорит, вот я, ты звал меня, Елий говорит, да нет, я не звал тебя, иди ложись, повторно, это же голос, опять же Самуил, ну, не теряя времени, опять же встает, приходит, говорит, ты звал меня, нет, тогда Елий говорит, что когда будет еще раз голос, то ты скажи, говори Господи, и его слышит раб твой, то есть Самуил еще не имел опыта с Богом, но он был очень прилежным учеником Елия, был очень послушным мальчиком и отзывчивым, вот как здесь примечание говорит, что он был отзывчивый, он был добрый, он был услужлив, он был нежный в обращении, и эти качества, в общем-то, формируются с детства, и как, скажем, приятно, что вот Самуил с детства имел эти качества, и всю жизнь он был готов слушать голос Божий и выполнять то, что Господь ему говорил. Привер в Новом Завете, следующий вопрос, он говорит о такой личности, как Корнилий, каким был человеком Корнилий, когда Бог обратился к нему в видение, был ли он членом церкви, и имел ли он какую-то связь с Господом особенную? Ну, Корнилий не был членом церкви, он даже не принадлежал к народу израильскому, если мы читали о Моисея, о Самуиле, это действительно люди, которые были из народа Божьего, и как бы они имели прямое право на общение с Богом, или Господь имел вот такое прямое общение с ними. Но Корнилий был язычник, он был сотник римской армии, но, тем не менее, его положение или его, скажем, национальность, оно не помешало ему иметь также отношение близкое с Богом. В то время еще, как бы, вот так вот взять юридически, как бы еще народ язычески не имел прямого доступа к наследию Божьему, но, тем не менее, Господь имел во все времена среди разных людей, тех личностей, которые слышали голос Божий, которые имели отношение к Богу, которые творили дела милосердия, как этот делал Корнилий, и это было известно не только среди народа израильского, даже среди язычников, и что интересно, он не стыдился этой веры, и он не стыдился того, что он отличается от остальных, скажем, сослуживцев или там своих друзей. Для него это было очень важно, и Господь, видя это, видя желание этого человека, жизнь его, Господь также открыл ему прямую возможность присоединиться к церкви Господь. Это было очень хорошее влияние, как на иудеев, так и на язычников, он был известен всем своей добропорядочностью, своей доброжелательностью, своим желанием помочь бедным, и это говорило о том, что в нем есть Иисус Христос. Да, и он тоже молился, вот Корнилий, он молился, вот этому Богу Израилевому, казалось, для язычника, для человека с положением это было не совсем прилично, но тем не менее, это действительно человек достойный для подражания. Во всех этих трех примерах мы видим действительно тех людей, которые проводили время в общении с Господом. Они не ждали, когда Бог первый заговорит с ними, они проводили очень много времени в молитвах и открывали свое сердце Господу. Мы тоже должны находить время для размышления и молитвы, и для получения новых духовных сил. Мы не ценим силу и действенность молитвы как следовало бы. Молитва и вера сделают то, что не может совершить земная сила. Вот это вот короткое примечание из книги «Служение и исцеление», которое проведено в первом вопросе, в вопросе 2а, это, мне кажется, и дает вот такое понимание, толчок для того, чтобы наладить вот это отношение между Господом, между вот этой вот связь, которая цепочечка, которая связывает нас и Бога. Мы должны быть зависимы всегда от Него. Эти люди всегда были зависимы от Господа. Они всегда проводили время в молитве. И Моисей, и Самуил, и Корнилий. Прекрасный пример для нас. Но есть люди, которые, ну, может быть, не совсем похожи на этих людей. Вот сейчас будем говорить о них. Это был Каин, и здесь приводится пример о Гаре. И третий вопрос так называется, что Бог общается даже и с непосвященными людьми, и с теми людьми, которые, может быть, даже и не достойны Божьего внимания. Господь все равно и таких не оставляет. Каким человеком был Каин, когда Бог говорил с ним? Ну, Каин, можно сказать, что имел преимущество быть близким к Богу. Потому что воспитывался в семье, скажем, родителей, которые знали Бога. Имел возможность напрямую видеть тот едемский сад, слышать историю, почему произошло, что они живут не в саду, а вне сада. Почему он должен трудно работать. Но Каин проявлял в своем сердце недовольство, неверие и, скажем, какое-то недоброжелательное отношение к установлениям Господня. Несмотря на это, Господь любил Каина, предупреждал его. И говорил, смотри, Каин, если ты делаешь доброе, то поднимаешь лицо. Если делаешь недоброе, то твое лицо, скажем, оно смущение. И у дверей сердца лежит грех. Но ты господствен над ним. Это было уже прямое предупреждение для Каина. Но, к сожалению, Каин не внял Слову Божьему. К сожалению, Каин не внял тому, что родители его говорили. То, что говорил Авель, брат его. Но он озлобился на Бога. Но, скажем, Богу он ничего не мог причинить недоброго. Но он причинил зло своему брату. Он стал первым человеком-убийцем. И все-таки, не осознавая своего греха, не осознавая этого, скажем, положения опасного, он уходит от лица Господня, поселяется в земле Нот. И становится родоначальником такого поколения людей, которые всегда были противниками Богу и ничего доброго не приносили ближним. Еще один пример. Агарь. Да. Мне интересны ваши эмоции, которые вы испытываете, когда вы слышите слово Агарь. По-вашему, когда люди говорят об Агаре, это имя больше нарицательное или какое-то положительное? Вот вам как кажется? Более отрицательное. Отрицательное первое впечатление о ней. Ну, это какая-то служанка из, скажем, поколения даже не Сима, а, возможно, из поколения Хама. Это проклятый народ. Она чернокожая, по внешности непривлекательная, да и может быть по другим факторам. Но, тем не менее, для Господа она ценность, да? Потому что из примера, который здесь приведен, то говорится, что Господь не чурался даже вот таких, как Агарь. Какая? Вернемся немножко назад и расскажем в нескольких словах предысторию. С чего все началось? Почему здесь именно Агарь приведена? И какой был результат? В каких обстоятельствах Бог заговорил с Агарью? Ну, Агарь была служанкой цариной. И так как царя не имела детей, но помнила, что обетование, то, что у них будет сын. Тогда она думает, может быть, нужно как-то помочь в этой ситуации. Она предлагает Авраму, возьми Агарь, пусть она родит сына для меня. И она думала, что это будет ее сыном. Но Агарь, она была служанкой, она не могла противиться. Но когда она уже родила сына, она начала превозноситься над своей госпожою. Что она может родить ей, что она может родить ребенка. Противоречить. Она уже считает себя на полном праве хозяйкой этого, скажем, этой семьи. Но для Сары это было неприятно. И поэтому она выгоняет эту служанку. И она притесняет ее, и служанка Агарь убегает. Вот в этом моменте мы можем проявить сострадание к Агарь или нет? Безусловно. То есть, когда мы вспоминаем Агарь как выброшенную, никому не нужную и отосланную, то это все-таки, мне кажется, более сострадательное отношение к этой личности. Да, в данном ситуации, безусловно. Мы как люди наши тоже сочувствуем ей. Но Господь не только сочувствует, но Господь помогает ей. Но помогает тоже советам, которые для нее было, может быть, неприятно слышать. Но Господь говорит, Агарь, служанка Сарына, он показывает, какое ее положение. Вернись своей госпоже и покорись ей. То есть, в этом случае помощь ее, или, скажем, ее благополучие, зависело от послушания и от повиновения своей госпоже. Хороший пример Агарь. Но сейчас мы поговорим о примере, в котором участвовал сам Иисус Христос. Вспомним же Иисуса Христа. Мы помним, что у него было огромное количество встреч с фарисеями и книжниками, с людьми, которые хотели его спровоцировать. И вот в этом примере было то же самое. Когда люди привели к нему женщину. Эта женщина была чем-то особенной. Она отличалась от всех остальных женщин. И они начали ее обвинять. Каким был человеком эта женщина, которую книжники и фарисеи вели к Христу? И какой она стала после беседы с Иисусом? То есть, здесь мы видим, что действительно живая связь, что Господь лицом к лицу говорит, может быть, не совсем достойной женщиной. Эта женщина действительно была из такой категории людей, о которых непринято говорить хорошее. Всегда как-то так относятся к ним с внебрежением, с каким-то неприязнью. И эта женщина, возможно, заслуживала того, как она попала на этот путь, мы не знаем. И что привело ее к этому? Может быть, ее бедность, может быть, какие-то другие причины. Но, тем не менее, она была уличена в этом грехе. И за этот грех по закону она должна была понести смертельное наказание. Но я думаю, что люди, которые привели ее ко Христу, не столько были озабочены этой женщиной, их больше интересовало, или их больше было желание, чтобы в этом случае как-то обвинить Иисуса. Потому что они и раньше знали эту женщину. Это не только знали, даже они допускали грех с ней, что более неприятно. Они приводят к Иисусу, и, желая уловить Иисуса, говорят, Моисей повелел побивать камнями, а ты что скажешь? Иисус, зная их планы, их намерения, что бы он ни сказал, они бы его обвинили. Если бы он ее обвинил, потом бы обвинили через римскую власть, если бы он ее оправдал, они бы обвинили, что он нарушает закон Моисея. Иисус, зная это, ничего не говоря, склонился, начал писать на этих плитах, на этой пыли, что он там писал. Те, которые читали, они поняли, и один за другим, тихонько, в конце Иисуса сказал, кто без греха, тот первый бросит в нее камень. Но так как они увидели, что каждый из них есть грешник, Иисус это знает, может, женщина это не знает, но и она многое знает. Но Иисус это открыл, они удалились. Иисус тогда обращается к женщине и говорит, где твои обвинители, женщина? Никто тебя не обвинил, не осудил? Она говорит, нет, Господи. Она уже готова была почувствовать первый камень, второй, десятый, и думала, что это ее последний час. Но когда все удалились, когда она услышала этот голос, она взглянула в глаза Иисусу, в этих глазах она прочитала не осуждение, не отвращение, но именно милость, прощение, спасение, любовь. И она ответила, никто, Господи. Иисус сказал, и я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Это действительно было поворотным моментом в жизни этой женщины. Я думаю, что, возможно, и раньше она не была довольна тем положением, возможно, и раньше она сожалевала о том, что она в таком положении, но не было того человека, который подал бы ей руку помощи. А Иисус это сделал. И она стала новым творением, она стала новым, скажем, у нее началась новая жизнь. Она всегда находила удовольствие быть с Господом. И до конца своей жизни она посвятила свою жизнь Господу. И думаю, что это так, это была та женщина, которая первая пришла ко гробу. Это была та женщина, которая помазала Иисусу ноги тем миром, которая плакала, слезами мыловала, сами отерла. И она действительно является блаженной, потому что грехи ее прощены, и она много возлюбила, и она получила право быть учеником Иисуса и наследником вечной жизни. В этом примере может быть даже эта личность и не совсем положительная, скорее отрицательная тоже, но отрицательная она была в глазах людей. Господь видел ее сердце, и здесь дальше мне говорится, что эта покаявшаяся женщина стала одной из самых преданных учениц Иисуса. Ну что ж, мы поговорили о примерах, которые были действительно положительными, потому что Моисей, Самуил, Корнили, это были прекрасные примеры того, как люди удостоившиеся могли поговорить с Господом. Были люди, которые, может быть, не совсем казались достойными, но Господь все равно с ними разговаривал. Но есть определенная категория людей, которых Господь, ну, нельзя сказать, что они игнорируют и не хочут с ними разговаривать, а Господу просто неприятно общаться с этими людьми. И вот дальше мы будем об этих людях говорить. Четвертый вопрос называется так. Когда Бог отказывается говорить, почему Иисус вначале не желал разговаривать с Каиафой во время суда над ним? Давайте вспомнить сначала, кто был такой Каиафа и почему Иисус не проявил вот такого желания участвовать в беседе с этим человеком? Каиафа был в то время первосвященником народа иудейского, занимал высокое положение, должен был судить по справедливости. Но, когда Иисуса привлек Каиафе, то Каиафа даже не был заинтересован, чтобы как-то попытаться вникнуть в суть. Он был заинтересован, чтобы осудить его на смерти Иисуса, Иисус, зная это. Конечно, ничего не сказал для Каиафы, а кроме того, были обвинители, которые перед Каиафой обвиняли Иисуса. Ну, как бы Каиафа представлял власть, авторитет, и он должен был вынести решение, и как бы делая вот такое лицемерное заявление, говорит, ты слышишь, сколько они тебя обвиняют, почему ты ничего не отвечаешь на эти обвинения. Но Иисус молчал. Потому что, как здесь описывает Дух Порочества, что Каиафа был очень гордым, очень жестоким человеком, властным и нетерпеливым. То есть, он уже был немолодым человеком, имеющим опыт за своими, скажем, плечами, но тем не менее, это знание, которое он имел, это положение, которое он занимал, оно не изменило его. Его сердце осталось таким жестоким, неверным. Я думаю, что он имел возможность часто слышать голос Божий, но он игнорировал этим голосом Божьим, и теперь Господь в лице Иисуса не готов был ему ничего сказать. Только когда он уже заклял, сказал, заклинаю тебя Богом живым, ты ли Христос, или ты ли Иисус, Иисус ответил на это, да, ты говоришь, я есть это. То есть Иисус уже здесь не мог больше молчать, но в свое оправдание он ничего не сказал, потому что все это было бы напрасно. И это было, мне кажется, точкой кипения, когда Каэфа взорвался после этого, и когда он слышал, что Иисус Христос называл себя Сыном Божиим, он сказал, что заклинаю, скажи ли, ты Сын Божий, которого они так ждали, и совершенно не то, что они хотели в результате увидеть. Бог противен к жестоким, властным и нетерпеливым людям. Это был, именно таким был Каэф. Еще один пример. Ну, сначала мы видим в этом, в следующем примере очень интересная тенденция, что сначала Господь, как будто бы, был благ к этому человеку, как будто бы, это был хороший человек, его человек, но почему-то что-то произошло, потом и Господь перестал общаться с этим человеком. И это был царь Саул. Мы знаем, что все цари народа израильского, они были помазанниками Божьими, и только с Божьего повеления, с Божьего благословения были поставлены эти цари. Саул был той личностью, к которому он в начале его жизни был благ. Хотел ли Бог говорить с царем Саулом в конце его жизни, и почему Господь так к нему относился? То есть, знаем, что начало жизни у Саула было благочестивое начало жизни, он был угоден Господу. Что произошло в конце жизни? Ну, если прямо ответить на этот вопрос, хотел ли, я думаю, что Господь всегда хочет, и Господь хочет помочь каждому человеку, пока человек жив, но сама ситуация сложилась, что Саул не был готов разговаривать с Богом, или не был готов принять от Господа указания. Он уже долгое время шел против воли Божьей, долгое время он уже не слушался слова Господня. Через Самуила было дано предупреждение, через опыты, которые он пережил в отношении Давиду, через то, что он осудил на смерть священников, они были убиты, его отношение даже к его сыну Иоанна Фану, это все показывает, что он тоже был гордый, нетерпеливый, властный, жестокий человек. Поэтому Господь в этом случае уже не мог говорить с ним, когда собрались с филистимляне войною в одном месте, то сердце Саула дрогнуло, он обратился к Господу, но Господь не отвечал, не через пророков, не через сон, не через урим и тумим, то все эти средства, которые использовал Господь для того, чтобы общаться со своим народом, это не имело успеха. То есть полная связь с Богом у Саула была прервана. И предупреждение, которое сказал Самуил раньше, что непослушание есть такой же грех, как волшебство, и неповиновение это есть то же, что идолопоклонство, это действительно было доказано, когда Саул пошел к волшебнице для того, чтобы спрашивать совета или узнать свое будущее. Раньше он дал указание, чтобы таких людей изгнать полностью или убить их, теперь он сам разыскивает ее и тайно идет к ней ночью, чтобы узнать будущее. Заключительный вопрос, пятый, который называется так, Бог желает нашего внимания, действительно так и есть. Как Бог пытается привлечь внимание разных людей в прошлом. И здесь приводится пример, это Моисей, Илья и Валаам. Прекрасный пример, очень интересный, такой природный, наверное, феномен, это был горящий куст, насколько я помню, и что интересно, что этот куст не сгорал, и этим он привлек Моисея. Расскажите нам поподробнее, как это все произошло. Моисей в то время пас овцы у Яфора и пришел к горе Божией Хариву, и в одно утро видит, горит куст, может быть, в пустыне это явление частое, потому что, когда солнце, там сухая трава, это может быть, но он заметил, что этот куст горит, но не сгорает, и он решил подойти, посмотреть, что же происходит, но услышал голос, Моисей, не подходи, снимей обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты сидишь, есть земля святая. Таким образом, Господь открыл Моисею, открылся Моисею, скажем, первый раз, Моисей еще также не имел опыта разговора с Богом, и в этом случае Моисей уже готов был принять повеление Господне, хотя он смирился, хотя он был робкий, хотя он говорил, Господи, я не могу этого сделать, но тем не менее, 40 лет школы в пустыне помогли Моисею действительно услышать голос Божий и повиноваться этому голосу. Следующий пример, это есть пример пророка Ильи, когда Илья, скажем, от страха перед Изавелью бежала в пустыню и думала, что лучше умереть, нежели быть позорно казненным, то там было повеление Ему, пойди в одно место, в одну пещеру, и там Господь откроет тебе, что же будет дальше. Он пришел в эту пещеру, зашел в эту пещеру в ожидании, скажем, ауэденции с Богом, и прошел бурный ветер. Но там, говорится, Господь не был в ветре, сильный землетросение, Господь не был в землетросении, сильный огонь, Господь не был в огне, а потом в вене тихого ветра, и он слышит голос, что ты здесь, Илья. И Господь был в этом вене ветра, в этой тишине, в этом спокойствии, в этом таком тихом голосе, который услышал Илья, и который понял, что Господь имеет нечто важное сказать для него. Ну, и следующий пример, это есть пророк Божий, Валаам, который также имел возможность общения с Богом напрямую, потому что Господь открывал ему и во сне, в видении, и когда он, скажем, против воли Божьей пошел, чтобы Валаку угодить, то Господь воспрепятствовал ну раз, второй раз, а когда он все-таки не понял этого, и когда ослица третий раз легла под ним, он начал бронить эту ослицу, говорит, если был меч, я бы тебя сейчас же убил, то Господь открывает уста ослицы и говорит уже Валаму, я столько раз была верной тебе, никогда этого не происходило, почему ты бронишь меня или столько бьешь меня, то есть даже через ослицу уже Господь обращается к Валаму, который настолько ослеп или настолько оглух, что уже не слышал голоса Божьего и не понимал воли Господь. Вот такими примерами показывают, что Господь многообразно и многократно обращается к человеку в разных методах, но важно, чтобы человек услышал, понял и, скажем, принял то, что Господь говорит. Заключительный вопрос этого урока звучит так. На каких условиях Бог будет говорить с нами сегодня? Мы слышали много примеров на протяжении всего урока, что Господь разговаривал с людьми. Мы живем в последнее время. Люди достойны, чтобы сегодня Господь говорил с ними? На каких условиях? Условия очень просты. Не нужно идти куда-то, не нужно делать что-то такое необычное, что-то невозможное. Нужно просто остановиться, нужно просто сосредоточиться и услышать голос Божьего. Сегодня мы живем в мире, где этот мир наполнен шумом, реактивных самолетов, может быть, звуком машин, громкой музыки, многое сегодня очень шумно в этом мире. То, что заглушает голос Божий. То, что заглушает голос Божий. Но Господь желает, чтобы мы остановились, нашли место на природе, может быть, в доме, в комнате, в тишине, утром или вечером, или в тишине ночи, чтобы мы услышали голос Божий. Господь хочет многое сказать нам. И мы нуждаемся в этом. И поэтому условия доступны для нас. И не остается ничего, как только использовать или же испытать это на практике. И узнать, что Господь есть тот, который желает нам блага, счастья, Он нас очень любит. И мы не должны потерять эту возможность. Это был заключительный вопрос. Благодарность Вам, Петр, что Вы сегодня были с нами, помогли изучить этот урок. И мы должны обязательно провести этот урок в изучении. И пусть Господь благословит всех нас. Я верю, что это было прекрасное начало нового квартала. И Господь еще на протяжении всех остальных 12 уроков будет нам рассказывать, насколько важно общение с Господом. Да, безусловно. Господь многое может сказать нам. Но если мы готовы выслушать, если у нас есть время для этого. Да. Дорогие друзья, единственное, что я хочу Вам сказать в конце этого урока, это то, чтобы Вы старались прислушиваться к Господу. Прислушивайтесь к нему, и мы Вам желаем благословений и до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова